Приветствую на канале как зарабатывать деньги в интернете и в данном видеоролике мы разберем три способа как заработать на статьях. Ребят, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать другие интересные видео. Обычно мы говорим о заработке в интернете. Итак, погнали. Первый способ продажи статей на биржах. Я написал статью, куда поместил данные биржи. Ссылочку на статью я оставлю под этим видео в описании. Кому интересно, переходите, начнем зарабатывать. Итак, переходим в первую биржу Adwego. В принципе, все биржи идентичные, просто где-то статью можно подороже продать, где-то подешевле. На Adwego самые дорогие статьи, ребят. Поэтому это очень выгодно. Так, здесь я уже авторизовался, вам нужно зарегистрироваться, ничего сложного в регистрации нет, самая простая. Далее, переходим в магазин статей. Что мы здесь должны сделать? Здесь сразу нам нужно нажать продать статью. Раньше нужно было 10 статей выполнить по заказу, но сейчас сразу же можно продавать статьи, и это очень удобно. Итак, значит, что мы делаем? Заполняем заголовок статьи, то есть ваш заголовок статьи, естественно. Выбираем категорию, выбираем тип текста, на каком языке написано. Текст статьи, краткий текст статьи, то есть, ну, конспектик. Ну, не конспектик, в общем, выберите просто первый абзац, допустим, и сюда вставите. Это то, что будет показываться при продаже вашей статьи. Так, далее. Описание, примечание, то есть, ключевые слова. Обязательно, когда вы сюда нажмите ключевые слова, здесь вводите до 1000 символов ключевые слова, которые вставлены в вашу статью. Обязательно пишите статьи с ключевыми словами. То есть, обязательно там должен быть заголовок, подзаголовки, ключевые слова. Статья должна быть правильно построена, ребят. Тема, она просто быстрее продастся. Если у вас просто статья, непонятно что, вы просто что-то описали и все. Такая статья, скорее всего, ну, может продастся, но очень прям маловероятно. Поэтому статью стройте правильно. Далее, выбираете цену. За всю статью можно выбрать, можно за 1000 символов. То есть, допустим, у вас там статья 5000 символов, да, там вы выбираете, допустим, там, по 50 рублей за 1000 символов. То есть, статья будет стоить 250 рублей. Нормально, нормально, да. Не завышайте цену, то есть, не ставьте 100 рублей за 1000 символов. Будьте уверены, такая статья не продастся, потому что здесь очень-очень много статей, которые стоят дешевле. Тем более, если вы не профессиональный копирайтер, тогда, ну, 100% вам не стоит завышать цену. Вам еще и меньше 50 рублей нужно ставить. Далее, подтверждаете здесь галочки, везде ставите и нажимаете добавить статью. Все. После этого ее проверяет модератор. Если со статьей все нормально, то есть, она уникальна, она там нигде не стырена, да, то есть, ну, как бы, аж есть люди, которые вставляют просто с интернета какую-то статью, и все, и пытаются ее продать. Ну, естественно, такая статья не проходит. Статья должна быть обязательно грамотной, ну, грамотно построена, то есть, все должно быть чики-пики. Вот. Также изображения сюда можно вставлять. Обязательно изображения должны быть, ребят, либо это ваши фотографии, либо какие-то уникальные картинки. То есть, желательно не качайте с интернета, потому что, ну, статья должна быть полностью уникальна. Так, с этим понятно. Все, вот такая вот биржа. Далее, ETX, то же самое. Такая же биржа, только там дешевле. То есть, там уже менее профессиональные копирайтеры работают. То есть, ну, и покупатели, как бы, это знают. На Adwego знают, что здесь крутые статьи продаются. На ETX знают, что менее крутые, но и дешевле. Вот. Ну, и так далее. Другие здесь биржи пошли, в общем. Ну, Adwego и ETX – это самые популярные биржи. Ребят, переходим ко второму способу. Второй способ – это работа уже копирайтером на кого-то. То есть, вы будете брать заказы, то есть, на фрилансе. Есть, скажем, две биржи фриланса – Quark и WebLancer. Это такие самые популярные. На самом деле, биржи фриланса просто тьма. Вот. Как заработать, допустим, на WebLancer? Ребят, вам здесь нужно просто зарегистрироваться и далее перейти в рубрику «Работа». С правой стороны здесь сразу выбираем тексты и переводы. Выбираем, что вам подходит. Копирайтинг, переводы. Если у вас есть знание английского, ребята, это 100%. Ну, блин, у вас все будет классно. Да, и на самом деле, в принципе, если есть знание английского, у вас в любом случае будет все классно. Можно переводчиками, где угодно, что угодно вообще делать. Переводить тексты – это очень классная тема. И за это очень дорого платят на фрилансе. Вот так, редактирование, рейрайтинг. То есть, ну, понятно, редактирование – это есть, скажем, неграмотно построенные статьи. Если вы грамотный человек, вы можете ее грамотно построить. Эту статью сделать, там, убрать все ошибки и так далее. Такое тоже практикуется и есть такое. То есть, без проблем тоже можете брать все в работу. Рейрайтинг. То есть, понятно, перепись другой статьи. Давайте нажмем «Копирайтинг», самое популярное. Вот, и видите, да, ищем копирайтера на долгий срок. То есть, ребят, даже можно устроиться куда-то в какую-то компанию, то есть, и работать копирайтером на долгий срок. То есть, конкретно вам будут приходить задания, вы будете их все время делать. Но, опять же, это если вы так хотите работать. То есть, если вам нравится построить себе какой-то график, каждый день вам придется работать, и вы никуда не увельнете, ничего не придумаете с этим. Либо, если хотите себе свободный график сделать, тогда просто берите задание, когда вам заблагорассудится. Ну, как бы, когда захотели, взяли, сделали, не хотите, не делайте, как бы. Вот, копирайтер, редактор, статей для видео. Статьи на IT-тему, тематику, копирайт на криптовалютную тематику. То есть, ребят, если вы в криптовалюте шарите и можете писать эти статьи. Кстати, ну, блин, не обязательно даже шарить. На самом деле, просто полопатили интернет, разузнали все об этом, как, что, посмотрели другие статьи. И по типу таких статей можно писать. То есть, обычно они дают ТЗ, как сделать, что сделать. Подготовить уникальное описание. Так, копирайт на тему секса, понятно. Статья по ремонту ванных комнат и санузлов. Копирайт English. Сделать копирайт статей тематика вов. Текст для сварки. Написать. Написание статей по металлообработке. Написать текст биографии для сайта. То есть, ну, видите, да, максимально просто очень много-много-много всего. То есть, можно вот так, вот таким способом зарабатывать копирайтером. Ребят, давайте перейдем еще на вторую биржу. Здесь немножечко поинтереснее. Здесь вы уже сами предлагаете услуги копирайтера. То есть, вы не ищете себе заказы. Вы сами их здесь предоставляете. Тексты и переводы. Выбираем статьи. И смотрим, ребят, как оно здесь выглядит. Видим, да. Напишу отличную статью. 500 рублей. Кстати, здесь все задания по 500 рублей. Но вы будете получать 400 рублей, а не 500. То есть, 100 рублей идет сайту. А вы за статью получите 400 рублей. Вот. И здесь, как бы, вам могут обратиться и попросить написать любую статью. То есть, даже в 10 тысяч знаков. Это уже вы будете решать. То есть, вы хотите ли вы написать такую статью за 400 рублей или нет. Вот. Ну, здесь, кстати, можно больше 500 рублей ставить. Можно и тысячу ставить, но минималка 500. Вот, видите, и тысячу рублей ставят. То есть, это если вы уже какую-то крутую статью там написали. Ну, каждый копирайтер себя оценивает по-разному. Поэтому, если вы новичок, все-таки я не советую завышать цены. А все-таки попробовать себя для начала и за небольшую цену поработать. То есть, ну, видите, да? Вот так вот выглядят. То есть, когда человек переходит, мы видим SEO копирайтинг. Что значит SEO? Это значит продаваемые статьи. Скажем так. То есть, это статьи на сайты обычно пишут. Ну, видите, продвижение сайта, рост посещаемости, повышение конверсии. То есть, вот. Он здесь пишет, что к чему. В Quark входит 3000 символов без пробелов. Ну, понятно, это он пишет, что вот такую статью напишет на 3000 символов. То есть, здесь вы тоже в описании все делаете. Давайте я вам покажу, как это делать. Вы нажимаете плюс Quark. Здесь, после регистрации. И здесь уже пишете, что вы сделаете. Далее, выбирайте рубрику. Ну, так как мы выбираем тексты и переводы, естественно. Так, рубрика текст-переводы. Можно выбрать рубрику еще. Под рубрику, скажем так, корректура, переводы, набор текста. Ну, допустим, набор текста, да? Далее, вот тип с изображений, с аудио или видео. То есть, понятно, бывает есть такое. Это, скажем так, называется транскрибация. То есть, это когда вам дают какое-то видео, аудио, и вы должны с него перевести это все в текст. То есть, там кто-то говорит, вы это все переводите. Далее, сюда загружаете обложечку свою. То есть, как будет выглядеть. Желательно уникальную сделать. Можно интернета скачать, здесь не важно. Далее, нажимаете продолжить. Описание. То есть, что вы будете писать, как вы, о чем вы пишете, кто вы, что вы из себя представляете и так далее. Ну, и стоимость и опции. Выбираете тоже, там заполняете все поля. Ну, там все интуитивно ясно, ничего сложного нет абсолютно. Ребят, это был второй способ заработка на статьях. Вот, и давайте перейдем теперь к самому прибыльному. Третий способ, ребят. Здесь мы ничего продавать не будем. Здесь мы будем писать для себя. Ребят, это очень важно. Это самый реально прибыльный заработок. Это создать свой блог. То есть, я советую создать на блогер. Если вы новичок, ничего не понимаете, как создать там свой блог на WordPress или где-то еще. То есть, да, там нужно за какой-то хост платить еще что-то. То есть, это вам все непонятно. Домен покупать. Есть блогер, специальный такой вот блог. То есть, это от Google. Вы просто введете блогер вот так вот в поисковике. Сразу в него переходите. И здесь, что вам нужно нажать? Кстати, мой блог сделан на блогер. И все нормально, мне нравится. Что вы здесь делаете? Мы нажимаем просто новый блог. Здесь вы пишете заголовок. Адрес придумываете свой личный, который у вас будет. Далее выбираете шаблон, как будет выглядеть ваш блог. То есть, ну давайте что-то с заголовок там придумаем. Как заработать в интернете. Ну это так, к примеру. Это вообще вы так не будете называть. Вот, далее придумываете на английском, как заработать. Допустим, конечно, такой домен не будет свободен. А может такой и будет. А ну-ка. К сожалению, тут нет, недоступен. Ну давайте вот так еще сделаем. Короче, ладно. Этот раз блога не занят. То есть, нужно придумать свой адрес, который будет не занят. То есть, это будет ссылка на ваш блог. Далее выбираете себе шаблон. Какой хотите. Их здесь много-много-много всяких разных. Ну давайте, к примеру, любой выберем. Нажимаем создать блог. Ребят, все очень просто. У вас уже есть свой блог, который будет индексироваться в поисковиках. Итак, что мы делаем сразу далее. Мы переходим в страницы. И здесь мы можем уже писать свои статьи. То есть, нажимаем создать страницу. Здесь мы придумываем заголовок. То есть, понятно, заголовок статьи. Далее пишем статью. Просто уже пишем, пишем, пишем. Здесь есть различные штучки, которые можно там и цвет менять, и ссылочки вставлять, изображения, видео с ютуба, там и не только с ютуба и так далее. Все. Мы нажимаем, допустим, публикация. Там все написали статью. Все. Давайте просмотрим, как она уже выглядит в поисковике. То есть, ну, понятно, что блог еще такой себе. То есть, над этим можно здесь поработать. Здесь есть дизайн, тема. То есть, здесь вы можете темы свои менять. Можете все, что угодно сделать. Изменить HTML. То есть, это все уже будете разбираться по дороге. То есть, понятно, что по блогеру вам нужно будет изучить очень-очень много всего. Но, ребят, поверьте, это очень прибыльно. То есть, вам будет в будущем. То есть, не то, что вы с первого дня уже начнете на этом зарабатывать. Нет, ребят, определитесь с тематикой своего блога. Начните заполнять его статьями. А далее уже здесь есть очень классная тема. Здесь есть прибыль. То есть, здесь вы сразу же можете подключить с программой Google Adsense. Соединить с партнеркой Adsense. То есть, как YouTube монетизируется и так далее. Также можно этот блог монетизировать. И будете получать прибыль от Google Adsense. То есть, от рекламы. Будут у вас блоки стоять. То есть, я думаю, вы много раз видели различные статьи в интернете. Там стоят блоки различные рекламные. Это все от Google Adsense. Либо от Яндекс.Директ. Вот. И Яндекс.Директ вы сможете в будущем себе вставить, если захотите. То есть, и оттуда, и оттуда получать прибыль. Это все здесь можно делать. Ребят, и это самый выгодный способ. Есть не только блогер. Есть еще классная тема. Можно писать статьи на Яндекс.Дзен. Здесь уже сделано все за вас. То есть, здесь уже будет у вас конкретный блог. То есть, вы уже сможете на нем зарабатывать, подключая здесь монетизацию. Вот. И здесь написано, как подключить монетизацию, что для этого нужно сделать. Вот. И получить возможность зарабатывать после того, как публикации вашего канала наберут 10 тысяч минут просмотра за последние 7 дней. То есть, нужно набрать просто 10 тысяч минут просмотра. То есть, как учитываются минуты, это столько, сколько человек провел секунд, минут, читая вашу статью. Это все здесь схвачено, все с этим. Ну, короче, понятно. Заработанные средства можно перечислить в рублях на кошельки Яндекс.Деньги и PayPal, ребят. Ну, я думаю, на Яндекс.Деньги без проблем сможете выводить каждый. Как бы завести Яндекс.Кошелек не так сложно. Вот, ребят, все. Как здесь добавлять статью? Вы нажимаете на желтенькую штучку, такую вот с правой стороны. Вам просто нужно будет зарегистрироваться в Яндексе. Далее ввести Яндекс.Дзен для авторов. Так и вводите. Яндекс.Дзен для авторов. И переходите по первой же ссылочке. Далее здесь просто нажимаете плюс статья. Также можно видео или GIF. Но я не знаю, по-моему, они не монетизируются. Все. Здесь пишите статью. Можете ее здесь писать. Можете ее написать где-нибудь в Word и так далее. То есть придумываете заголовок. Опять же, там, ну, как заработать, да? Или еще что-то. Вот. Далее пишите текст. Здесь можно вставлять изображение. Можете вставлять видео. Все, что угодно. Кстати, как здесь вставлять видео? Просто копируете ссылочку на видос. То есть открываете какой-то видос, который вас интересует. Вы копируете на него ссылочку. Вставляете сюда. И он здесь появляется. Красивенько. Все смотрится. Классно. Ребят, о том, как здесь писать статью, тоже советую прочитать. Вот, как написать хорошую статью. Здесь это будет у вас на главной страничке сразу. И здесь смотрите, как написать хорошую статью для Дзена. То есть пишите о том, в чем разбираетесь. Используйте хорошие фотографии. Добавляйте свои видео. Подбирайте оригинальный формат. То есть проверяйте факты. Ну, здесь очень много-много всего расписано. То есть обязательно изучите эту всю информацию, ребят. И я думаю, что все у вас получится. Если вы умеете грамотно писать статьи, умеете их строить. Даже если еще не умеете, учитесь, обучайтесь. То есть всему нужно учиться на самом деле. Ничего сразу не бывает. Если вы уже захотели зарабатывать на статьях, то выжмите с этого полностью все. То есть по полной программе. Продавайте свои статьи на биржах. Работайте на фрилансе. Создавайте свой блог на Яндекс.Дзен, на блогер. Создавайте свой Телеграм-канал. Пишите там статьи. То есть все везде, где только можно. Кстати, как на Телеграм-канале зарабатывать, я рассказывал в видосе. Как создать Телеграм-канал и как на этом заработать. Обязательно зацените, посмотрите. Вот. И там все будет понятно и ясно вам. Вот, ребят. Наверное, на этом все. Вот такие вот три способа, как заработать на написании статей. То есть как заработать копирайтеру. Я думаю, ничего такого сложного не рассказал. Надеюсь, что многим помог. Кто, может, еще и такого не знал. Вот. Поэтому с вас комментарий и лайк обязательно. Буду ждать. Все. И подкидывайте новые идейки для видосов. Кстати, пишите в комментариях, что вам интересно, что записать. Вот. Все, ребят. На этом все. Удачи вам. Больших вам заработков. Пусть вам всегда везет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.